МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Город Абай рискует остаться без предпринимателей. Бизнесмены вынуждены закрываться из-за повышения тарифа на отопление. Несогласованных сокращений на Арселор Миттл Тимиртау быть не должно. Руководство области ознакомилось с итогами 2015 года и обсудило планы на предстоящие. В Карагандинской области ограничено движение на все виды транспорта. Город Абай рискует остаться без предпринимателей. Бизнесмены вынуждены закрываться из-за тарифа на отопление. С 1 февраля они подорожали почти в три раза. Правда, рост цен затронул только малый и средний бизнес. Бюджетным организациям, напротив, цены снизили почти на треть. Подробнее в следующем сюжете. Мы 150 не можем, мы с опозданием на месяц проплачиваем, а 450 – это просто закрыться и все. Елена Приходько занимается арендным бизнесом. Год назад, взяв кредит, она построила два торговых дома. Доход из-за кризиса и так был небольшой. А в связи с выросшей ценой на отопление он не перекрывает и половины затрат. Арендную плату поднимать невыгодно. Владельцы точек просто сбегут. Да, сейчас убегают, и мы, чтобы сохранить их бизнес и мой бизнес тоже, чтобы не пустой магазин был, мы снижаем аренду. Даже предлагаем бесплатно постоять. Кризис, у них даже дохода нет. Доходы снизились в разы вообще. Все думают, что у нас стоит печатный станок, и мы печатаем. С 1 февраля в городе утвердили новый тариф на тепло. Для населения его подняли на 8%. А частным юридическим лицам придется платить в три раза больше прежнего. Если раньше стоимость одной гигакалории теплоэнергии для предпринимателей составляла 2050 тенге 14 тын, то с новым тарифом эта сумма стала равна 5981 тенге 56 тын. Для физических лиц – 2214 тенге. На грани банкротства оказались почти все бизнесмены Абая. Никто не может понять такое решение властей. Кемат – это значит, он должен исполнять те указания, которые выносит наш президент, правительство. А то, как восклицательный знак – помощь малому и среднему бизнесу, а сами нас ставят на колени. В теплоподающей компании причиной такого повышения назвали инициативу сотрудников комитета по регулированию естественных монополий области. Последние, в свою очередь, комментировать ситуацию отказались. Мы вышли на тариф с общим увеличением, а саму дифференциацию уже по категориям проводил департамент комитета по естественным монополиям. Поэтому вот эта вся дифференциация производилась ими. Мы получили приказ. Возмущенные предприниматели готовят письмо в прокуратуру и намерены судиться. Такая поддержка малого и среднего бизнеса бьет по их карманам. Правда, с кем судиться, с антимонопольным ведомством, теплоподающей организацией или акиматом люди еще не решили. Аймамрина Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Несогласованных сокращений на Арселор Металтимиртау быть не должно. Такое предложение озвучил глава региона на встрече с руководством горно-металлургического комбината. Однако увольнений не миновать. Всех, кого это коснется, обещают трудоустроить. Руководство области ознакомилось с итогами 2015 года и обсудило планы на предстоящие. Руководство АМТ отчиталось о пределанной работе. В 2015 году выпуск стали и чугуна составил более 3000 тонн. Снижен уровень выбросов кислородно-конвейерного цеха. В текущем году эти показатели хотят улучшить. Предприятие потратит около 140 миллионов долларов на ремонт доменной печи номер 4. В 2016 году планируется увеличить производство проката с полимерным покрытием, продукция с высокой добавочной стоимостью до 103 тысяч тонн. И оцинкованный прокат до 658 тысяч тонн, что на 55 тысяч тонн выше объема производства 2015 года. Руководство компании не скрывало и имеющиеся проблемы. Это несчастные случаи на производстве и снижение мировых цен на стальную продукцию. Аким области Нурмухамбет Абдебеков выразил надежды, что они не повлияют на численность работников комбината. Высвобождение будет, я вижу. Мы потому что под это высвобождаемые кадры свою программу готовим. Куда их трудоустроить, переобучить и так далее. Просто чтобы у нас не получилось так, что по факту будет больше людей, которых мы вынуждены будем трудоустраивать. А в тех параметрах, которые договорились, мы свои ресурсы подключаем, обучение проводим и двигаемся. Вот это вот просьба, чтобы у нас скоординированность полная была. Также Нурмухамбет Абдебеков призвал руководство предприятия довести производство стали до 6 миллионов тонн и строго соблюдать технику безопасности. Аймамрина Олжас Габбасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Карагандинцы не хотят платить по квитанции МТО «Караганды жилу сбыт». Юрист Хасан Штымов и общественные деятели шахтерской столицы не признают иски компании о взыскании денег собственников жилых и нежилых помещений. Они считают, что у населения нет обязательств перед жилу сбыт. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Мы даже потребителями для них не являемся, потому что они сами не пишут, что они нам оказывают услуги. Хасан Штымов – опытный юрист. В этом судебном процессе он стал ответчиком. Караганды жилу сбыт подал на мужчину в суд за долги по коммунальным услугам. Более 100 тысяч тенге. Но ответчик считает, что ничего не должен компании. Ведь у него, как и у всех карагандинцев, нет никаких гражданско-правовых отношений с жилу сбыт. Мое дело в обороне. Я защищаюсь от их незаконных действий. У них в иске написано только один абзац, три строчки. Согласно данных ТО Караганда жилу сбыт, потребитель Штымов Хасан Борозбич имеет задолженность. Но я-то не их потребитель. И они сами себя услугодателем не называют. Такого же мнения придерживаются общественные деятели. С их слов, услугодатели и население не могут высказать друг другу претензии из-за того, что деньги собирает жилу сбыт. Мы хотели бы, чтобы каждый услугодатель собирал денежные средства и нес ответственность персонально. Жители, граждане, они хотели бы заключить договор индивидуально с тем услугодателем, кто поставляет услугу и платить тому, кто это делает. Хасан Штымов и его сторонники считают, что судьи могут вынести необъективное решение. Ведь многие из них сами исправно платят по квитанциям. Заявляя отвод судье, они надеются на справедливое решение. Дата следующего слушания пока неизвестна. Аймам Ренажа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В другим новостям. Из-за ухудшения метеорологических условий, обильный снегопад, метель, плохая видимость. На автодорогах республиканского и областного значения сложная обстановка. По области были перекрыты несколько трасс. 4 и 5 февраля службами ЧС по Карагандинской области и снежных заносов были эвакуированы 4 человека на автодороге Улытау-Каракенгер. В течение суток проводились аварийно-спасательные работы в Асакаровском и Улытауском районах и в городе Тимиртау. Всего из снежного затора были эвакуированы 20 машин. В 35 километрах от города Жизказган эвакуировали 5 человек, в Тимиртау 8 человек, в Асакаровском районе 5 человек. Еще раз хотим обратиться к населению Карагандинской области в том, что были бдительными, перед чем выезжать на дорогу. Пускай обращают внимание на смс-сообщение, которое там написано, что закрытые дороги, открытые дороги мы отправляем. А также информациям КАЗ Гидромета, которые передаются через нас и через средства массовой информации. В Карагандинской области ограничено движение для всех видов автотранспорта на следующих дорогах. Жизказган, Петропавловск, Казаларда, Павлодар, Екатеринбург, Алматы, Караганда, Балхаш и поселок Топар, Жизказган. Сотрудники ЧАЭС напоминают, что необходимо обращать внимание и на сообщения КАЗ Гидромета. Сегодня наша область находится под влиянием глубокого атлантического циклона. С вечера начались низовые метели, которые потом перешли в общие. Видимость ухудшалась до 200 метров. А в ближайшие 4 дня мы тоже ожидаем, что будет проходить серия циклонов тоже с Атлантики. Поэтому в ближайшие четверо суток погода будет очень неустойчивой. Эти циклоны будут нести с собой влажное воздушное масло, поэтому будем сохранять осадки. Даже в субботу-воскресенье возможно кое-где переход снега в дождь. Стоит отметить, что проведение аварийно-спасательных работ осуществлялось в тяжелых погодных условиях, ценой огромных усилий и самоотверженности спасателей. Осель Садзанбаева, Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев призывает все политические партии, общественные объединения, всех граждан проникнуть общей заботой о благополучии нашей Родины. В период глобального экономического кризиса как никогда нужна политическая стабильность. Досрочные выборы позволят значительно сократить экономические затраты, что особенно актуально в современных условиях. Нынешние выборы необходимы еще и для того, чтобы пришли новые люди с новыми свежими мыслями. Мы попросили поделиться своим мнением о предстоящих выборах директора научно-исследовательского института новой экономии системного анализа при Карагандинском экономическом университете Каспотребсоюза Куанды Кайнабека. Экономический кризис, не только экономический кризис, геополитический кризис. И поэтому здесь налагаются друг на друга, и ситуация может очень сильно усложняться с каждым днем даже. Поэтому нужны новые люди. В связи с этим, естественно, власть решила и с депутатами изменить ситуацию, чтобы пришли новые депутаты, новые мысли, новые идеи, которые будут отражать то состояние, которое происходит у нас в народе в Казахстане. В конце прошлого года в полицию обратилась 60-летняя женщина-индивидуальный предприниматель. Она сообщила о том, что 30 декабря четверо в масках в городе Шахтинск взломали замок подсобного помещения, проникли в ресторан и угрожали ружьем 66-летнему сторожу, а после взломали замок сейфа и похитили свыше 46 миллионов тенге. Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью ДВД установлены и задержаны трое жителей Карагандинской области, которые подозреваются в разбойном нападении. Впервые в Караганде состоялся благотворительный бал, организованный новым благотворительным фондом с английским названием «Хоуп. Надежда». Собранные деньги организаторы обещают передать детям-сиротам, оставшимся на попечении у родственников. Бал посетили 260 человек. С подробностями Айма Мамрина. Бал начался с постановки о добре. 35 пар продемонстрировали зрителям полонез, венский вальс и танго. Вечер смогли посетить все желающие. Билеты продавали через соцсети по 2000 тенге. Единственное требование – вечерний наряд. Дамы в платьях, кавалеры в смокингах. Мы не помогаем детским домам на данный момент. Выращенные средства идут только детям-сиротам, оставшись без повечения, как я только что повторился. Мы со специальных государственных органов взяли список некоторых детей, которые на данный момент нуждаются больше, чем остальные. Гости бала остались довольны. Они смогли насладиться не только красивыми танцами, но и выступлением детского оркестра и юношеского хора. Я сама имею ребенка, так же воспитываю его сама одна. И, конечно, хотелось бы каким-то образом помочь. Мне жалко таких детей. Для этого и существует этот балл, чтобы помочь. Я надеюсь, что все средства, которые поступают на личные счета, фонды, это все поддержит, а не помощь. Собранные деньги будут направлены детям, оставшимся без попечения родителей. Со слов организаторов, органы опеки предоставили им списки детей. Все потраченные средства будут вывешены списком. Будет полная финансовая прозрачность. Что-то в мире случилось такое? Сердце всех деление. Аймамлина Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Пожалуй, нет в мире вкуснее лекарства, чем мед. В Караганде кочевая пасека семьи Ивановых представляет ярмарку натурального меда. Для покупателей действует традиционная подарочная акция «Один плюс один». Покупая килограмм любого меда, вы получаете второй в подарок. На дегустации чистого и вкуснейшего меда побывала наша съемочная группа. Башкирский мед от семьи Ивановых уже давно популярный российский бренд. Многие приходят за ним снова и снова, ведь мед собственных пасек является гарантом качества. На ярмарке представлены более 20 видов различного меда по приемлемой цене, такие как царский бархат, каштан, мед с шоколадом, мед с пиргой и многое другое. Приглашаем вас на ярмарку башкирского меда от кочевой пасеки семьи Ивановых, где представлено более 20 сортов меда. Также вы можете продегустировать наш мед и поучаствовать в нашей акции «Один плюс один». При покупке одного килограмма, второй килограмм меда в подарок. На выбор – восточный целитель, мед с корицей, либо солнечный цветок. Мы ждем вас! К примеру, мед башкирских дикороз применяется при лечении различных недугов, таких как головные боли, бессонница, неврозы, перезаболеваниях почек и ревматизме. Обладает противовоспалительным действием. Липа башкирская – это настоящий дар природы и гордость башкирии. Рекомендуется при самых различных заболеваниях. Славится отхаркивающим, противовоспалительным, раропонижающим действием. Ивляется лучшим средством при простуде и гриппе. Благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и улучшает обмен веществ. Купила мед с чабрецом, который помогает на все болезни, особенно от кашлей, от харкивышей, ревматизма, воспаления. В общем, мед, я думаю, на все болезни можно лечить. Всегда пользуемся медом. Килограмм купишь, килограмм – бесплатно. Купила мед килограмм, а мед с корицы купила бесплатно. Выставка башкирского меда в Караганде продлится до 10 февраля. Покупатели ждут ежедневно без выходных с 10 часов утра до 19 часов во Дворце культуры горняков. Опытные продавцы помогут вам с выбором вкусного целебного меда. Торопитесь за новинками, среди которых обязательно найдется тот мед, который придется по вкусу именно вам. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сау Бомистар. Аман Сау Бомистар.